Астрахань, Астрахань, Астрахань. Город контрастов, город красивых сооружений и грязных мусорных баков, город высотных зданий и полуразрушенных землян, город хамеров и жигулей, город интеллигентов и бездомных, город спортсменов и любителей крепких напитков. Нет-нет, ребят, в этом видео не ставится задача как-то дискредитировать Астрахань или выставить ее в каком-то плохом свете. Можно взять абсолютно любой город в России и сыграть на его контрастах, разобрать его сильные и слабые стороны. В этом видео я поставил задачу выяснить причину желания множества астраханцев уехать из этого города, поговорить с людьми и узнать об их отношении к этому вопросу. Итак, пять человек разных возрастов поделятся своим мнением об этой, не побоюсь этого слова, проблеме. И я делаю это видео не для того, чтобы сделать выводы или разобраться, кто или что виноват в этом. Пускай каждый из вас сам решит для себя, что важно именно ему. По среднему и высшему образованию я экономист-бухгалтер, но по своему призванию и по работе с участием я тренер. Я улучшусь в Каспийском институте морского и речного транспорта на судоводителя. Ну, знаешь, люблю отвечать на вопрос, с кем я работаю, продавец. Я просто продавец. Если более детально, то в один момент не нашел работу от ТЛП. Мне 20 лет, я учусь в АГСУ на специальности промышленно-гражданское строительство. Мне 19 лет. Учусь на госуправлении, ВГУ. Вот, еще там можно к тому же. Учишься или уже работаешь, или совмещаешь? Я совмещаю, да, я учусь, работаю. Я коленчиком работаю. Я просто учусь. Ты училась-училась, да, и когда это пришло? Ведь образование у тебя не для той работы. Конечно. Образование не для той работы. По состоянию в нашей стране и вообще как бы... По какому? Ну, немного очень стабильно. Мы все люди, в основном, идут в одном русле. И, как бы, допустим, люди, которые работают в бюджетной сфере. Я как человек, который работал, собственно, по экономическому образованию в бюджете города. Я понимаю, что там развития нет людей. То есть сидят на месте по 20 лет, их все устраивает, и развиваться они не хотят дальше. Это было не для меня. Поэтому во время того, как я работала, я копила деньги и параллельно училась еще на тренера, персонального тренера. Главное, сейчас окончить колледж. Мои друзья создали объединение «Fail Be Family». И я с ними участвую в этом. И мы, как бы, хотим стать исполнителями. Ты учишься, и ты, ну, не особо хочешь, да, желаешь, да, работать по профессии? Да, да. То есть, как бы, родители сказали, то есть, ты пойдешь в мореходку. Вот. Я сначала не придал этому значение. То есть, я отучился первый семестр. Не думал только, что буду всерьез заниматься музыкой. Как думаешь, твоя профессия, ну, на кого ты учишься, сейчас востребована вообще в Астрахани? Конкретно в Астрахани не знаю, но в других городах, даже странах, как бы, вообще эта профессия востребована. Творчество сейчас в Астрахани востребовано? Есть люди, которые занимаются, да, есть. То есть, у них есть интерес к этому. Ну, нет интереса, чтобы продвигаться куда-то больше. То есть, переехать в другой город, завести новое знакомство с людьми, которые могут тебя тоже потянуть к этому. Одно дело, когда люди пьют, другое дело, когда люди занимаются спортом. Ну, все мы хотим заниматься спортом, то есть, там, ну, большинство людей, да, стремятся. То есть, даже если он выглядит как кусок, просто кусок, он, ну, он мечтает о какой-то фигуре, там, подобный. Просто момент в том, что не каждый человек хочет подходить, который не хочет усилий какие-то прикладывать. То есть, к нам очень много приходят людей, которые не хотят купить банку протеина и думают, что смогут просто стать героями. Ты думаешь, по специальности пойти работать? Рассматриваю, конечно, такой вариант, но больше хочу как-то в творчество погрузиться. Например? В вокал петь. В вокал. Петь, да. То есть, ты этому обучалась где-то? Да, я и до сих пор занимаюсь, продолжаю заниматься. Почему ты не работаешь по образованию? По образованию, ну, потому что во время учебы, в принципе, очень трудно найти именно место работы по твоей специальности, ну, по моей именно, по строительству. То есть, тебя могут не допускать очень во многие места из-за возраста, из-за недостатка образования еще пока. Например, работая колянщиком, я зарабатываю больше, чем если я зарабатывал бы и работал бы по специальности, на самом деле. Детелом, по-моему, нам нужно чисто для того, чтобы он был. А твоя профессия, на которой ты обучаешься сейчас, она будет востребована? Нет, она, в принципе, будет в любое время востребована, потому что, ну, строительство, оно всегда было строительством. В принципе, строили, строят и будут строить. Все, в принципе, тем более в Астрахани там закладывают огромный агропромышленный комплекс у нас. Я не вижу, например, себя в этой специальности. Мне нравится все, но нет, наверное. Наверное, нет. Управленцы нужны везде, вот, но так как сейчас идет сокращение, поэтому я, в принципе, и не рассматриваю. Сейчас у нас вот эта робототехника, вот это все, и поэтому нет. Я тоже, наверное, не буду работать по специальности и не жду этого. Ну, хотя у нас город и маленький, можно всегда найти какие-то все зацепочки, связи, чтобы пропихнуться куда-то, но есть ли в этом смысл? В фитнес-индустрии в Астрахани у нас открываются фитнес-центры, ищут тренеров, люди приходят работать. Но вот чтобы сказать, что это развивается у нас очень активно, не сказала бы это. Что, по-твоему, этому мешает? Возможно, государство никак не поддерживает этот момент. Хотя сейчас хотят включить определенные законы, но они, наоборот, могут ухудшить работу тренеров. То есть то, что тренер должен иметь обязательно спортивное образование. А вот по-настоящему человек, который горит этим делом, он не будет пять лет учиться вот именно на этом факультете. Легче черпать это из каких-то профессионалов своего дела. Различные даже курсы можно проходить у проверенных школ. Ну, проверенные школы же существуют, значит, есть возможность. Школы, но я же не говорю, что это какие-то бюджетные учреждения, которые у нас там. Я не буду назвать название именно говорить. Ну, ладно, допустим. Ну, там здесь присутствуют физкультурные факультеты. Могли бы хотеть создать, там все в общем обречено. Изучать в общем. А именно направления для фитнес-индустрии там нет. Нет, бывает у фитнес-центров курсы обучения. Это есть. Но они занимают маленький срок. Два-три дня не всегда много. Это очень мало для того, чтобы стать там фитнес-инструктором. Вот твое поколение на данный момент чем больше интересуется? Либо же кто-то, может быть, не интересуется вообще ничем. Кто-то делает большой акцент на «я буду учиться, учиться, отучусь и буду работать по специальности». Кто-то, да, хочет что-то сделать, бизнес какой-нибудь, кто-то хочет в этом направлении двигаться. Ну, конкретно таких интересов ни у кого нет. Сейчас все с этим фигово, можно так сказать. Бабки есть, почему не давать за бабахом в зал? Короче, скружила голову, да, на энтузиазме. Да, и один мой хороший товарищ сказал хорошую фразу. Широко шагай, жопу порвешь. И, собственно, так она... Я вынесу это в цитаты. И вот в этот момент, то есть мы очень широко шагнули, мы не были готовы к этому. Ну, поскольку мы все не просчитали, то есть просто на энтузиазме залетели, и реально нам не хватило навыков, нам не хватило опыта, нам не хватило обычной базовой экономики. Мы не посчитали, сколько нам нужно людей, чтобы перебить вот это, вот это, вот это. То есть мы начали брать кредиты, потому что нам не хватило денег. И в итоге просто полетел то, что сумма, которую мы вывозили, была намного меньше той суммы, которую нам приходилось выдавать ежемесячно. В Астрахани, то есть если мы берем локальный Астрахань, то у нас очень дешевые услуги. Реальные услуги, я понимаю, что уровень населения низкий, то есть социальный статус, доходы населения в принципе низкие, то есть зарплата выше 20 тысячного, не так много людей зарабатывают, то есть средний достаток, то есть 12-15 тысяч людей зарабатывают. И отдавать по 2 тысячи за абонемент, то есть в принципе это очень дешево. То есть нормальный абонемент в том же Саратове, который город, в принципе да, он больше Астрахани, но колхоз точно такой же как Астрахань. То есть абонемент на порядок дороже. То есть ну и в целом там водоправочку вызовешь, домой будет дороже, чем в Астрахани стоит. И вот тут мы тоже убирались, то есть мы не прочитали это, мы не знали это, то есть мы просто так, блин, давай сделаем зал, блин, он будет вроде круче, чем вот этот зал, вроде круче, чем этот зал, но вот планку, то есть мы отталкивались от того же сделать лучше, чем у них, но не сделать так, как, допустим, в Москве. То есть мы могли годик подождать и сделать в принципе уровень Москвы, то есть нам охватило и денег, и бюджет и тому подобное. Но инструменты были для того, чтобы это реализовать в принципе? Конечно. Инструменты были, инструменты позволяла. Голова работает, руки-ноги есть. То есть все ресурсы присутствовали, но амбиции надо перебивать. То есть здравосмысл уходит немножко туда, когда ты немножко скрыжил голову, ты немножко поймал корону, и ты думаешь, что ты очень охуевший. Детально не помню, кто эту фразу сказал, но суть она очень простая. То есть долбить в одну и ту же точку. Пока ты будешь долбить в одну и ту же точку, она всегда выстрелит. То есть не прыгай сюда, не прыгай сюда будешь. Вот она работает, если эта концепция работает, то есть зачем что-то менять, зачем что-то еще придумать. Это звучит как совет на самом деле. Какие интересы у ребят в вашем возрасте? У кого-то общение есть, а у кого-то их в принципе нет. Потому что кто-то живет просто по течению, и это подавляющее большинство на самом деле. А кто-то действительно хочет чего-то добиваться, как минимум хотя бы на локальном уровне в Астрахани. Он начинает работать, хотя бы вкладывает куда-то свои деньги, например. Как-то крутится, вертится, то есть что-то хочет. А так, я смотрю на большинство своих сверстников, они, мне кажется, им вообще ничего не нужно. Чем они занимаются? Ничем. Ты такого же мнения, или я? Ну, в принципе, смотря на нашу серую массу, да. Потому что... Серая масса — это что для тебя? Серая масса — это люди, которые... Ну, как сказал Саша, в принципе, то же самое. То есть... Без стремлений, без... Без стремлений, вот, например, могу показаться эгоисткой. И я занимаюсь, да, вокалом, помимо этого хожу в спортзал, там, ну, то есть как-то разнопланово пытаюсь как-то себя занять, вот. Помимо этого учусь ещё тоже и в поисках работы нахожусь, поэтому как-то верчусь, а некоторые просто... Некоторые не занимаются ничем. Ничем, да, абсолютно. Ничем, да, они действительно не проснулись, сходили на учёбу, после учёбы пошли там с друзьями, встретились. Посмотрели сериальчик, вот это вот, как сейчас люди. Пошли спать, всё, в принципе. Это проблема, как вы считаете? Это проблема. Это проблема, да. Общество тогда не будет развиваться. Как ты думаешь, люди вот сейчас хотят самообразовываться? Они имеют то стремление, скажем, делать что-то для себя? Ну, то есть увлекаться чем-то, что в дальнейшем принесёт им плоды? Либо же, я сейчас объясню. Существует такое наблюдение, что многим людям, в принципе, ничего и не нужно здесь. Да. То есть они как бы отучились, там, закончили школу, закончили институт, нашли работу, взяли квартиру в ипотеку и остались. Вот. Но как ты думаешь, всё-таки, это вот такое количество людей, это большинство, вот, которые, типа, да, нам и так хорошо? Дети, семья, работа. То есть эта рутина их устраивает. Ну, потому что для того, чтобы изменить что-то, нужно выйти из зоны комфорта. Они находятся в зоне комфорта. Им нормально. За зоной комфорта там уже страшно. А люди боятся выходить из зоны комфорта. Ну, есть люди, много людей, которые хотят развиваться. Поэтому постоянно нужно что-то делать. Нужно учить. Самостоятельно? Самостоятельно. А никто за тебя ничего не сделает, если ты не встанешь и не начнёшь это делать. Фраза, где родился, там и пригодился, подходит тебе? И что ты вообще думаешь об этой фразе? Ну, конкретно мне, вот, серьёзно, эта фраза не подходит. Потому что я родился здесь и, ну, я не нужен здесь. Если да, в других городах, то, конечно же, уже есть люди, которые интересуются этим. То есть, можно конкретно быть в этом. Я так понимаю, что к переезду ты относишься положительно. И более того, ты стремишься к этому. Да. После того, как ты отучишься здесь, набьёшь какой-то бэкграунд всё-таки себе. Да, конечно. Назови мне три города, куда бы ты хотел. Ну, три города не назову, но два точно, но это столица по-любому. Это Москва? В Москва. Ну, и в Питер. И в Питер. Москва и Питер. Москва и Питер. Как думаешь, какое отличие Москвы и Питера от Астрахани? Лично твоё мнение. Ну, как сказать-то, отличия... Во многом есть отличия, конечно. Там люди как раз таки стремятся вот, то есть, как-то себя зарекомендовать. То есть... Ну, быть короче известным, так сказать. Просто вот выражу серьёзно. Каждый стремится сделать себе что-то крутое. Ну, а здесь такого нету. Здесь, как бы, уже тот граф, может сказать, ты учишься, учишься и работаешь. В Москве, вот, и даже и в Питере. То есть, можно себя как-то зарекомендовать с любых сторон положительно, конечно. И есть куда стремиться серьёзно. А здесь такого нету. Возможности мало, да? Да, возможности нету, серьёзно. Возможности, перспектив, я так понимаю. Да, перспектив, да. Вот, да. Нет такого здесь в Астрахани, как я думаю. Вопрос. Если человеку комфортно, то есть, выживать он будет выживать. Если человеку некомфортно, он будет всегда стремиться что-то делать. Я знаю ребят, которые просто покупали, блин, на базаре колонки в JBL и продавали их через Авито. Они зарабатывали бешено деньги. Ну, потому что они хотят мутиться. У них нет работы, они просто мутятся. Хаслы. А что делать? Потому что людям нужны деньги. То есть, любая идея. То есть, если ты стремишься как-то зарабатывать деньги, всё, что угодно, ты можешь что угодно делать. Где я родился, там и пригодился. Не я родился, но ведь. Там, где я родился, я жил в том городе и возвращался в тот город жить. Ну, там я особо не пригодился. Ты хочешь уехать? Ну, естественно. Потому что, ну, уехать, наверное, хотят все. Ну, минимум, людей, которые думают, что, блин, вот здесь вот всё круто и хорошо. Скажи, вот только честно, все хотят, я думаю, знать, куда ты хочешь уехать, чем то место, куда ты хочешь уехать лучше, чем Астрахань. Вот. И от чего ты хочешь уехать? Ну, если мы берём локальную Россию, да. Ну, да, давай, допустим, локальную Россию. То это, наверное, город Сочи. Почему Сочи? Ну, потому что покайф там. Просто там покайф. Понятное дело, тебе придётся там возвращаться сюда, то есть возвращаться по другим городам, где я буду работать и подобное, да. Но Сочи всё-таки просто уже наслаждаться жизнью. Язык заплетается. Вот. Ну, либо Краснодар. Ну, всё-таки, сначала, скорее всего, человек едет в Краснодар, потом он, ну, в принципе, там всё и рядом, да. Ну, там, четыре часа так в Сочи, да, почти. Ну, а в идеале, конечно, Сочи. Ну, просто комфортно. То есть тут море, тут горы, тут, блин, Абхазия, тут Абхазия, блин, 200 км приехал, там Грузия и тому подобное. То есть это круто, то есть. Ну, окей, что есть там, чего нет здесь? Море, горы, низкие прироры. Ну, это понятно, ладно, климат – это немаловажно в любом случае. Я имею в виду больше про возможности. Про возможности? Да возможности, на самом деле, миллиард. Ну, знаешь, есть хорошее выражение – хорошо там, где нас нет. То есть, когда ты будешь там, там уже по факту, на местности ты будешь понимать, что тут вот есть вот это можно, вот это, вот это, вот это. То есть Асска, как бы, она уже избитая, то есть мы все живём здесь, и мы все знаем, что можно делать здесь, что нельзя делать. Куда выше прыгнуть ты тут не сможешь и так далее. То есть там, соответственно, есть всегда неизвестность, и все-таки вот в этой неизвестности роется миллиард тысяч возможностей. Тем более для человека, который приехал со страны. То есть человек, который находится вот в этой коробке, в том же Сочи, да, он живёт, он, в принципе, там всё знает. Но человек, который приезжает со страны, он может увидеть новые возможности в этом городе. То есть новые какие-то моменты, новые фишки, новые там мутки какие-то и тому подобное. А если мы берём не локально, ну, конечно, это штаты. Потому что если мы посмотрим на экономику, если мы посмотрим на уровень жизни, если мы посмотрим, блин, на социальный статус, если мы посмотрим на здравоохранение и тому подобное, даже на образование, там всё это на порядок вышло. Где родился, там он пригодился. Да или нет? Наверное. Всё-таки что-то между, я думаю. Ну, смотря, опять же, если рассматривать именно наш регион, то, наверное, я думаю, склоняюсь больше нет. Потому что в основном, если ты хочешь попасть на какую-то хорошую должность у нас, это, естественно, ты попадаешь туда через знакомых. А если ты попадаешь туда через знакомых, то там уже на несколько десятков лет, я думаю, уже очередь расписана всё-таки, кто будет стоять на этой должности. Вот. А так, естественно, ну, рабочие места какие-то есть, но, опять же, они очень малооплачиваемые и достаточно такие. То есть, ну, не серьёзные в плане, ну, там, мозговой нагрузки, а в плане физической, как минимум, типа, и для чего, я не знаю. Твоё мнение? Где родился, там он пригодился? В плане России в целом. В плане локальной Астрахани мы сейчас берём? Локальной Астрахани? Нет. Ты родилась, но не пригодилась здесь, да? Я пригодюсь. Пригодюсь. Наверное, если локально, опять же, рамки в том, что у нас, в принципе, регион, то есть, он в какой-то консервации находится, то есть, у нас нет какого-то развития сейчас, то есть, тот же самый «Газпром», например, который сейчас по часам просто вот так вот разбежался по стране по факту, и всё, то есть, у нас никаких предприятий в городе нет, ничего нет, и даже элементарно, если брать, например, ну, нашу деятельность, которой мы сейчас занимаемся, то есть, мы музыкой занимаемся, элементарно, то есть, даже найти, например, когда у нас не было, да, там, продюсер, там, студию звукозаписи в городе очень трудно. Единственное, что вот мне, например, понравилось, вот, ну, буквально, когда вот, восьмого числа были выборы, да, вот до этого дня, за три, наверное, мы встречались с Бабушкиным, Бабушкин сказал, что у меня, говорит, есть договорённость о том, что открыть здесь филиал Академии Игоря Крутого. Это единственное, что мне понравилось, в принципе, что он сказал, ну, например, это касательно нашей деятельности, вот, ну, опять же, я не знаю, будет ли это реализовано или нет, вот, да, но, как бы, если он об этом хотя бы думает и говорит, то это уже неплохо, потому что это, наверное, первый человек, от которого я услышал, что вот именно, потому что он сказал, что Астрахани, например, там, в Астрахани очень много талантливых людей, ну, действительно так, и просто негде реализовать свои вот эти вот таланты минимальные, поэтому, как бы, вот, к главному вопросу, если возвращаться, поэтому все как-то и хотят уехать, в принципе, то есть, человек, он, например, поёт, да, он, естественно, едет в Москву, он ищет там себе продюсера, он ищет там какую-то, ну, реально, набивает себе какую-то фан-базу там элементарную, минимальную, и начинает, как бы, там развиваться уже, искать какие-то знакомства, контакты, и поэтому, а здесь, ну, конечно же, здесь даже можно заручиться какими-то элементарными контактами в Астрахани, но, опять же, только на локальном уровне, и вряд ли, что это куда-то пойдёт, ну, например, на масштаб страны. Ездим по разным городам, да, и, ну, чувствуется вот этот вот уровень, где именно вкладываются деньги в творчество, то есть даже те же самые сцены, ну, взять нашу сцену на набережной, которые просто постоянно выстраивают, ну, ну, что это? Да, это просто тихий ужас, вот, ну, поэтому не хочется уехать в другой город. Назови три города, в которые бы ты уехала. Мне понравилась Уфа, вот была там. Уфа? Да. Ты к Фейсу ездила? Уфа в Москве была только один раз, не знаю, ну, наверное, попробовала Москву и Питер. Ну, наверное, всё-таки Москва, я думаю, да, и то, наверное, не из-за того, что, как бы, там, уровень жизни там лучше или ещё что-то, а просто ради того, что там действительно можно обрести какие-то новые контакты, знакомства и так далее. Ну, возможно, Питер, но, мне кажется, больше нет, чем да, но всё равно, как вариант, он остаётся. Ну, и, блин, даже не знаю, наверное, может быть, как-нибудь Сибасопы. Ты хочешь уехать? В дальнейшем, я думаю, в течение пяти лет это возможно, но точно немного стоит. Кем и где ты видишь себя через три года? Я думаю, я буду продолжать работать в фитнес-индустрии. Всё-таки у меня небольшой сейчас срок именно работы в этой сфере. У меня ещё много впереди. Своё развитие, как физически, так и духовно, материально, это естественно вытекает. И я буду дальше развиваться, я думаю, когда уже придёт три года, я буду себя называть профессиональным тренингом с большой буквы. Я посмотрю на это видео, я вспомню свои слова. Три города такие? Ну, в основном распространяю Краснодар. Все хотят уехать в Краснодар. Краснодар дальше? Да. Санкт-Петербург тоже мне интересно. Москва, сомневаюсь, очень большой город. Там людей съедает рутина, быстрый ритм. То есть, если сравнить с Санкт-Петербург и Москвой, я бы выбрала Санкт-Петербург. Одним словом, ситуацию в стране? Цезурно? Ну, желательно, да. Шаткое. Через три года, не сложно сказать, где я буду. Ну, скорее всего, не в Астрахани. Возможно, Сочи, возможно, где-нибудь в Украине. Я не могу перестать. То есть, всё будет зависеть от такой течения обстоятельств. То есть, мы не знаем, то есть, может, мы сейчас живём в таком время, что к нам завтра могут прийти и просто всё изъять и обыскать, и там подобных тебя закроют. Поэтому неизвестно, то есть, реально, что будет через три года. Я не знаю, что будет через неделю, потому что реально могут просто прийти и закрыть твой магазин, и закрыть и тебя, и твоих родников, и таскать просто всё. Заберут все компьютеры, заберут всё, что угодно у тебя, потому что ты был неугоден как. Потому что, допустим, у тебя конкретного какой-то зуб. И тут решают только возможность твоих связей, знакомых с твоей друзей и так далее. Одним словом, какая сейчас... Какая сейчас ситуация в стране? Одним словом, жопа. Кем и где ты видишь себя через три года? Через три года, конечно же, я вижу себя со своими ребятами из объединения. То, что мы уже добьёмся к этому времени хороших успехов. И будем делать то, что нам нравится, то, что мы любим, радовать своих фанатов. И уже можно даже замахнуться на какой-нибудь тур на 50 городов. То есть, будем двигаться дальше. То, что нам нравится, по сути. Опиши одним словом ситуацию в России. Матом нельзя договорить. Ну, это пиздец. Здесь всё очень плохо. Через три года, я думаю, через три года у нас что-то у всех получится. В принципе, нашего объединения. И я думаю, даже через год уже, в течение вот этого года, я думаю, уже... Как минимум локально, нас будут знать многие уже. Через три года, я думаю, у нас будет какой-нибудь тур в городах на 50. Я думаю, точно, да. Ну, я вижу себя, естественно, артистом каким-нибудь... Не каким-нибудь именно артистом музыкальным. То есть, возможно... Ну, вообще, естественно, я хочу как-то совмещать. Я хотел бы, естественно, где-то, может быть, даже подсняться и так далее и тому подобное. Ну, то есть, я хочу именно в творчество уходить. То есть, там, с головой и там крутиться, вертеться и всё. То же самое, да? Ну, вы как бы двигаетесь по одной дороге. То есть, через три года концерты, туры, бабло, наркотики. Без наркотиков. Без наркотиков. Без наркотиков, да. Не, у нас, в принципе, да. То есть, у нашего объединения, то есть, такая политика, что, как бы, именно мы не пропагандируем именно какие-то наркотики, там, алкоголь, как делают, в принципе, многие сейчас исполнители. Мы занимаемся спортом. Знаю спортсменов, я тебе так скажу. Но они ещё те, конечно. Одним словом, ситуация в России. Дерьмо. У тебя? Дерьмо. Всё, отлично. Всё, давайте. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо. Что это за холл? Божечки, божечки. Ладно. Оно помогло мне в общении, общении с людьми. Так вышло, что у меня просили диплом, но даже не смотрели там оценки и так далее. То есть, он есть и есть. Он как лежит у меня, так и лежит. Вот. Я его, помню, даже где-то оставлял. Он там лежал полтора года, я потом его забирал. И, то есть, такие моменты, ну, очень странные, на самом деле, для меня. Хотелось спросить, а нафига вы тогда спрашиваете про диплом, если он вам нафиг не нужен? Вы даже не смотрите, вы даже не открываете его. Это очень странно. Я не знаю, какое отношение к красному диплому сейчас, но к синему, а к обычному такое. С какого-то момента времени мне начал нравиться спорт. Наверное, это было с армии. Это примерно, сейчас я скажу, довольно поздно было. Где-то я заканчивал пятый курс института, и меня друг притащил в качалку. Тринадцатый год был. Мне понравилось. Я начал смотреть видео и так далее и тому подобное. В армии я начал расписывать программы друзьям, себе, заниматься по ним, что-то изучать. Опять же, читать какие-то там материалы. Придя с армии, ну, я всегда старался заниматься. Ну, всегда что-то там. Ну, пусть это будет там качалка, бег на спортивных площадках, какой-то там. Турник менстов, условно говоря. Вот. Потом я понял то, что я в этой сфере хочу реализовываться. Мне эта сфера доставляет. Ну, действительно, мне эта сфера доставляет удовольствие. Я работал на заводе, я приходил домой, и мне не хотелось ничего. Я написал заявление, я ушел. И сейчас я работаю в спортивной сфере, потому что я хочу там работать. Это мне действительно доставляет некое удовольствие. Вот. Я могу реализовываться в каких-то аспектах именно в этой сфере. И я не буду приходить домой и говорить то, что я работаю на нелюбимой работе, как делают это многие в нашем городе. Я честно скажу, в Астрахани спорт вообще не развит. Это мое личное мнение. Есть какие-то секции, есть множество спортивных залов. Но люди, большинство людей, наверное, 80-85% тренируются чисто для себя. Они никуда не хотят. Они не хотят не выступать. Они не хотят двигать спорт в массы. Есть отдельные уникумы, наверное, есть отдельные единицы, которые продвигают этот спорт в массы. Где-то выступают, что-то делают, организовывают какие-то соревнования. Но больше всего меня поразило в последних месяцах, что к нам приезжал Михаил Кокляев и проводил турнир по стронгменам. Ну, ты же знаешь, по стронгменам. Нигде этой рекламы не было в городе. Нигде. Я узнал это чисто случайно с инстаграма. Вот. И узнал улицу Фиолетово нашу. Я начал гуглить и, оказывается, он приезжал к нам в Астрахань. Я побывал на этом турнире. Это очень хороший был турнир. То есть, к нам приезжали из других стран. Сюда, в Астрахань. Но никто этого не освещал. И как по мне, вот как здесь будут залы, качалки, и как люди будут приходить и качаться. Все. Проталкивание любого спортсмена требует определенных затрат. В Астрахани здесь никто не готов давать деньги на что-то. На данный момент все, с кем я общаюсь, хотят, во-первых, сделать свое дело. Без разницы, какая отрасль будет. Будь это спортивная отрасль, будь это отрасль машины, условно говоря, квартиры, недвижимость, дачи, не знаю, что-то. ИП, да, условно говоря. Вот. Они хотят в этом реализоваться, потому что понимают, что сейчас работать на дядю, но это, ну, вот ты работаешь на дядю, и ты, блять, продолжишь работать на дядю. Если ты не будешь делать что-то сам здесь, то ты так, блять, останешься здесь. Да, у тебя будут падения, да, у тебя будут подъемы, без этого никуда, но ты можешь выстрелить. Всех возможностей город не дает. Он тебе наоборот, нет, куда ты ищемишься, не надо тебе это. Будь здесь, спокойный город, чего тебе не хватает. Вот я подойду и скажу, я хочу в Майами, и мне скажут, ты дебил, вот, и все. И 80% таких людей будет. И они есть. И я их просто каждый день... Они такие, вау, ну да, прикольные у тебя цели, ну да. Ну, типа, ну, может быть, как-то ты это... Типа, ну, ты, типа, замахнулся как. Да. Ну, а ты будешь здесь сидеть. Я буду там, ты будешь здесь. Я позвоню тебе, скажу, ты там? Как тебе там? Ну, нормально. Все. Где родился, там и пригодился. Может, у тебя есть какое-то особое мнение по поводу этой фразы? Или... Полностью отрицательное. Как по мне, это фраза оправдания. Ну, вот смотри. Вот я родился, условно говоря, в деревне, да? Я пригодился для чего? Полоть кусты? Доить коров? А если у меня цели больше? Ну... Ну, нет, ну я... Во-первых, я думаю, что я не здесь родился. Вот. Я должен был родиться в Штатах. Да? Да пофигу вообще. Да пофигу, да? Я должен был родиться в Штатах. Я не чувствую себя здесь. Я понимаю то, что этот город для меня слишком маленький. Здесь ничего нету. Ты будешь работать в магазине, и ты будешь работать в магазине 15 лет, и ты ничего от этого не получишь. Ты будешь стараться и так далее, тебя будешь понять, и ты, слышь, ты с такими амбициями, давай ищи там. Здесь это не прокатит. И это действительно здесь не прокатывает вообще никак. Я начал делать этот выпуск. Я общался со многими людьми. И, ну, мне некоторые действительно говорили, да ладно, ты что такую тему будешь поднимать? Ты что, действительно думаешь, что это мертвый город? Да. Ты не гонишь. Почему? Да. Прикинь. Ну, типа, да, я действительно так думаю. А почему? Я говорю, ну, потому что здесь нету, нету нормального развития для таких амбициозных людей, условно говоря, как я. Да что ты брось, ты что шутишь, что ли? Ну, типа, блин, ты здесь нормально. Да нафиг тебе это надо, да? Да, нафиг тебе это надо. Нафиг тебе это надо. Бежим. Я хочу уехать отсюда, потому что, во-первых, мне не очень нравится менталитет этого города. Здесь многие, вот они работают, и вот нафиг тебе это нужно. Я устал это слышать, честно. Три города, в которые я могу, в которые я хочу уехать, это Краснодар, это Москва, это Питер. И, скорее всего, это будет вот Краснодар, ну, там, Питер и Москва. Ну, то есть, по порядку. Через три года я себя вижу в Москве в офисе, в своем офисе с очень, очень грамотной командой. Это будет что-то целостное, что-то собранное из тех знаний и умений, что я сейчас умею и знаю. Самое главное – мы единомышленники. Будут единомышленники, которых здесь, к сожалению, очень мало. Так, всё. Вот, это дв 1970- τι. Пока này corona.